Здарова, сосед. Слушай, тут такое дело. Отложи тысячу гривен. Ну, я не знаю. Ну, что, слушай, дело срочное, давай, выручай. Ну, мне сейчас не очень удобно. Неудобно ему? Да у меня вообще вопрос жизни и смерти. Ты давай, чувак, не подставляй меня, а? Ну, вот, держи. О, чувак, мерси-баку. Арвар. Да, и слушай, там еще такое дело. Ты завтра мою малую в садик утром отвези, а то у меня вообще дело не в проворот. Все, пока. Слово «нет». Почему нам так трудно его произносить? Чего мы боимся, когда соглашаемся на просьбы, которые нам не нравятся? Ведь мы понимаем, что нас используют и все равно не можем отказать. Именно о том, как комфортно и уверенно говорить слово «нет», мы расскажем в этом выпуске. С самого детства нас приучают к тому, что все хорошее надо заслужить. Убрал игрушки – получи конфету. Сделал уроки – можешь пойти погулять. Случается так, что ребенку ценой правильных поступков приходится заслуживать хорошее отношение с собственных родителей. Именно родители определяют, насколько поступок ребенка был правильным, а какие мама и папа не хотят видеть рядом с собой абсолютно послушное чадо. Подрастая, ребенок усваивает урок «ты нужен людям, только если выполняешь их пожелания». Он отдает свои игрушки другим детям. Будучи подростком, выполняет распоряжения более авторитетных товарищей. И уже во взрослом возрасте пытается получить хоть капельку признания, выполняя просьбы других. Такой человек уверен, что сам по себе не достоин похвалы и принятия. Он боится, что никому не будет нужен, если не готов отказываться от своих интересов в пользу других людей. А что это мы только один чай пьем? Нет ничего покрепче? Слушай, действительно, у тебя же есть вот эта бутылочка ликера. Неси, давай, давай. Давай. Девчонки, ну мне сегодня нельзя, я только чай. Всем нельзя, мы по чуть-чуть. Ну правда, ну не будь занудой, ну когда еще вот так вот посидим, давай. Ну хорошо, ну только по чуть-чуть, вы обещаете. По чуть-чуть, конечно. До боли знакомая ситуация. Ты не хочешь пить, но тебе стыдно отказаться. Ты не хочешь танцевать, но тебя тащат на танцпол. В итоге ты и пьешь, и танцуешь. Делаешь это в угоду другим. И твои желания никого не интересуют. Так как же научиться говорить нет? Во-первых, постарайтесь понять, в чем ваши плюсы. Какие качества в вас нравятся людям. Для этого можно опросить нескольких знакомых, которые хорошо вас знают, но при этом не пытаются вас использовать. Так вы поймете, какие хорошие черты видят вас окружающие. И что они будут ценить вас, независимо от того, пытаетесь вы их к себе расположить или нет. Далее задумайтесь, чего бы хотелось именно вам. Что вы любите из еды и напитков? Какие вещи вам нравятся? Какой стиль одежды? Что бы вы хотели себе в подарок? А дальше представьте, что весь мир согласен с вашим решением, и вам не надо ни с кем его согласовывать. Каково оно будет? А теперь вообразите, что об этих своих желаниях вы сообщаете окружению. Что произойдет? Может быть, эти люди отвернутся от вас? Даже если так, не беда. Вокруг вас появятся новые друзья и знакомые, которым будете интересны именно вы с вашими желаниями и мечтами, и которые будут ценить в вас ваши самые лучшие качества. Умение говорить честное «нет» позволит вам сохранить отношения с искренними друзьями. Ну, а все остальные не так уж и заслуживают вашего «да». Здравствуйте! Сегодня вам крупно повезло. Вы можете приобрести этот невероятный утек всего лишь за тысячу гривен вместо пяти. Спасибо, но нет. Но ведь это же керамическая поверхность. Понимаю, но все равно нет. Но почему? Не хочу. Но ведь это всего лишь тысяча вместо пяти. Колоссальная разница, но все равно не хочу. Спасибо. Если вы говорите честное «нет», вы проявляете уважение и к себе, и к другим людям. Поймите, в вашем неискреннем «да» заинтересованы только тем, кому нужны не вы, а услуги, которые вы можете оказать. Поэтому пусть ваше согласие будет продиктованное искренним желанием помочь другому человеку. Тогда вокруг вас будут добрые, честные и порядочные люди. Не бойтесь отказывать, и вашу точку зрения будут ценить. Вы достойны того, чтобы прожить настоящую жизнь, испытывать настоящие чувства и воплощать в реальность свои истинные желания. Субтитры подогнал «Симон»!